Урал. Каменный пояс русской земли. Урал – горная страна, протянувшаяся от побережья Карского моря до степей Казахстана. Рубеж между Европой и Азией. Протяженность Уральских гор с севера на юг более 2000 км. Ширина от 50 до 150 км. Пожалуй, никакие другие горы России не имеют столько названий. У античных авторов Уральские горы именовались Рифейскими. Каменный пояс русской земли, камень, земной пояс – так называли Урал до XVIII века. Название «Урал» появляется с XVIII века. В работах знаменитого русского историка и географа Василия Никитича Татищева и вытесняет все прежде названия. Ур по-мансийски, ауре по-эвенкийски означает «гора». Горы состоят из нескольких цепей, которые тянутся параллельно друг к другу, в меридиальном направлении. Хребты разделены продольными межгорными понижениями, по которым текут реки. Поперечные долины расчленяют эти цепи на отдельные хребты и массивы. Лишь одна главная цепь гор почти не прерывается речными долинами. Она образует водораздел между реками, текущими на Русскую и Западно-Сибирскую равнины. Уральские горы встают перед глазами грядами средневысоких хребтов и грежей, одетых тайгой. Самая высокая вершина Урала – Народная гора, 1895 метров. Вот она, красавица. История освоения Урала. Древними обитателями Урала были башкиры, удмурты, коми, ханты, манси, местные татары. Первые поселения русских появились на Урале в верховьях Камы. Их жители занимались охотой и рыболовством. В 15 веке посадскими людьми, кубсами Калинниковыми, были созданы первые соливарни в селении Соль-Камская, современный Суликамск. После завоевания Казанского ханства, это середина 16 века, количество русских переселенцев на Урале сильно увеличилось. В 17 веке русские переселенцы стали добывать железную руду и выплавлять железо. 18 век – век развития горно-заводской промышленности Урала. Изучением природных богатств Урала, их описанием, занимается в это время историк-географ и государственный деятель Татищев. Он обосновал необходимость строительства крупного промышленного центра Урала и выбрал для него место. Так был основан Екатеринбург. Геологические исследования Урала активно проводились в 19 веке Карпинским, Мушкетовым, Федоровым. Горно-заводскую промышленность Урала изучал и помогал совершенствовать знаменитый ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Карпинский Дмитрий Иванович Менделеев О сказочных богатствах Урала ярко и красочно рассказал в своих сказах о хозяйке Медной горы Бажов. Наш современник, поэт Александр Твардовский, очень веско сказал о значении Урала в жизни страны. Урал – опорный край державы, ее добытчик и кузнец, ровесник древней нашей славы и славы нынешний творец. Почему же Уралу отводилась и отводится такая большая роль в жизни страны? Почему именно этот регион, никакой другой, получил столь высокое звание «опорный край державы» – добытчик и кузнец? Ответьте на эти вопросы, уходя в далекие времена. Природные ресурсы Урала Уральские горы поражают богатством своих недр. Недаром Урал называют подземной кладовой страны. Здесь найдено около тысячи различных минералов и учтено свыше десяти тысяч месторождений полезных ископаемых. По запасам платины, азбист, драгоценных камней, калийных солей Уралу принадлежит одно из первых мест в мире. Урал расположен между двумя тектоническими структурами. К западу – жесткий фундамент русской платформы, к востоку – западно-сибирская плита. От русской платформы Урал отделен предурайским краевым прогибом, который сложен осадочными толщами глин, песка, гипса и звездника. Древние горы Урала, образованные в Палеозое в течении Мезозоя и Палеогена, были почти полностью разрушены. В Неоген четвертичное время тектонические движения подняли на различную высоту отдельные блоки Урала. Так возникли складчато-глыбовые уральские горы. После этого горы опять подвергались разрушению в результате деятельности великих сил, выветривания деятельности рек и льда. В результате у поверхности оказались внутренние части складок, где интенсивно шли процессы минералообразования, возникали различные руды. Таким образом, длительное разрушение гор в течении Мезозоя и Кайнозоя как бы раскрывало богатое месторождение полезных ископаемых, сделало их доступными для разработки. Основное богатство Урала – руды, причем руды комплексные, например, железные руды с примесью титана, ванадия, никеля, хрома, медные руды с примесью цинка, золота, серебра. Большинство рудных месторождений находятся на восточном склоне, где преобладают магматические породы. Крупные месторождения железных и сопровождающих их груд – Магнитогорская, Высокогорская, Качканарская, Бакальская, Халиловская. Богатый Урал месторождениями цветных металлов. Медную руду добывают на Красноуральском, Гайском и других месторождениях. На Северном Урале были найдены крупные месторождения бокситов и марганца. Много добывают на Урале никеля и хрома. В горах Среднего и Северного Урала тянется Платиновый пояс. Старейшее место золотодобычи в России – Березовское месторождение, близ Екатеринбурга. Из нерудных богатств следует отметить огромные залежи азбиста, горного льна, ценнейшего огнеупорного материала. Баженовское месторождение азбиста – одно из крупнейших в мире. Вот такой вот азбист. Каменная ткань Издавна славился Урал всевозможными драгоценными и поделочными камнями. Известны уральские самоцветы, аметисты, дымчатые топазы, зеленый изумруд, сапфиры, прозрачный горный хрусталь, александриты и другие. Все эти самоцветы добываются в основном на восточном склоне. На западном склоне, в бассейне реки Бетеры, найдены высококачественные алмазы. Необычайной красотой расцветок выделяются поделочные камни Урала – яшмы, мрамора, пестрые змеевики, но в особенности ценятся зеленый узорчатый малахит и розовый орлец. В предурале пермские соленосные толщи краевого прогиба содержат большие запасы калийных солей, каменной соли, гипсом, верхнекамское, солилецкое, усольское месторождение. Много на Урале строительных материалов – известняка, гранита, цементного сырья. Есть на Урале также и нефть, и шимбайский, и другой, и каменные угли. Кроме минерально-сырьевых ресурсов, Урал богат лесными ресурсами. Особенно много лесов на Северном Урале. Недостаточно обеспечены водными ресурсами Средний и особенно Южный Урал. И хотя починные и агроклиматические ресурсы этих частей Урала благоприятны для занятия земледелием, частые засухи на юге мешают его развитию. Суровая красота Полярного и Северного Урала, экзотические останцы, карстовые пещеры Среднего и Южного Урала привлекают в эти районы много туристов. Но рекреационные ресурсы района еще недостаточно освоены. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok